Немножко расскажет о поездке. Ищу, ищу, хочу, хочу, сейчас давай отчет, да? Ну да, придется мне. Ищу, знаете, месяц тому назад, точно не помню, но наш премьер Бойко Бурисов был в Израиле. И показывали там по новости, показывали, что это очень дружно, так очень тепло все было. Я помню одно такое высказание, как говорится. Премьер сказал вот так. Так, положил Нитаняху, еврейский пример, сказал вот так. Говорит, вы, болгары, не только спасли евреи, но болгарии спасли честь человечества. Настолько сильные слова. Кто обратил внимание, кто не обратил, и я прямо была как закованная. Точно. Хоть в Болгарии такие всякие, на нас набрасываются обвинения всякие, но он сказал слово, которое было от Бога. Вы, болгарии, спасли честь человечества. Почему? Потому что тогда никто из человечества не сделал то, что болгарии сделали. И это, конечно, как сказать, это на самом деле точно так. На 28 и 29 сентября в город Пазаржик, город, который недалеко от Софии, был провежден международный праздник, назван Суккот. Вы знаете, что Ветхий Завет, эти господные праздники, он приказал, обязательно надо их праздновать. И эти праздники отвечают в Новый Завет. Мы праздновали Суккот. Суккот – это последний, седьмой. Говорят, что первые четыре связаны с его первым приездом на земле. А последний, и особенно Суккот, последний связан с вторым пришествием. И отвечает на Откровение 19, 7. 19 глава, 7 стих, там, где Иисус Христос, его невеста церковь, уже празднует свадьбу. Знаете, это уже 18 лет. Это город Пазаржик. Почему именно в Пазаржик? Это такой обычный, простой город. Почему? Потому что там самая сильная еврейская общность. Поэтому они не дают. Говорят, что варна тоже так. Ну, варлинцы такие холодные. Они такие, мы будем принимать ваших христиан, и так далее, и так далее. Почти 17 лет этот фестиваль показывал любовь к Израилю. То есть, не говорили, что Иисус Христос, ваш Бог и наш Бог, а просто показывали любовь. Любили, танцевали, песни всякие еврейские пели. Так красиво было все. Но, почему это так считаете? Даже в наша 50-я церковь говорили, если не хотят Иисус Христос, мы не приедем. И не приезжали. Но, были евреи, которые лично ко мне ходили и говорили, вы знаете, что в имени Иисуса Христа наши предки, как это, по-русски, как, сожигали? Сжигали. Сжигали, да, сжигали. И на самом деле это так. Иисус Христос, вы знаете, там фашисты, это жестокие люди, они все это делали, конечно. И им было очень трудно. И сейчас им трудно. Но, когда они видят, что мы у них показываем любовь, уважение, поем, уже 17 лет, это не год, это не месяц, не год, не два, не три, 17 лет. И они стали уже открываться. И мы, Варнинская группа, первые были то, что спели в Еду-Лу-Роса. И там был ихний посол. И директорша, которая сейчас, от нее я вам передам привет специальный, она пришла ко мне и говорит, кто тебе разрешил за Иисуса Христа петь? Я говорю, я. Просто Святой Дух мне говорил, уже пора. И, оказывается, он сдрогнул не от того, что в Еду-Лу-Роса услышал, а просто что-то там, ничего. И он приветствовал. И получилось так, что потом пригласили нас в Израил, и там на самом деле мы пели в Еду-Лу-Роса. Уже спокойно. И знаете, сейчас на последний праздник, Суккот, там уже не разберешь, где евреи, где Болгария, уже вот так мы стали. И сейчас, почему я перед вами? Потому что это был такой спешный приказ, что надо подготовить что-нибудь. Варнинская группа всегда делала старт. Но старт – это очень ответственное, очень серьезное, потому что там много знамена, больше 10. И все это очень ответственное. Кто не знает, это, конечно, ему не важно. Очень за малое время надо было подготовиться, чтобы получилось что-то приличное. И знаете, где я обращаюсь? Только в моя церковь 50-ая. Она первая, а это вторая. Но оказывается, что на вторая церковь больше меня подкрепляет, что в первая. Да, это, конечно, я не жалуюсь, но сразу пастор откликнул. И у вас были представители Люда Пустошила и моя внучка, где она? Вот. Юлия Ли. Я думала, Юлия Ли, так все было нагружено. Они были где-то там в горах, пели. Потом рано утром надо туда, потом надо вернуться обратно, потом, Юлечка, опять надо. И я уже так стала переживать. Ну, что это такое? Но они так и без того перенагружены. Я еще им груз. Но они были как солдатки. Они не девушки, они солдатки. Никакие баловства, никакие претензии, никакие капризы, ничего, точно. Была ситуация такая там суматоха, потому что первый раз сукот, по-другому. Когда фестиваль, там все программированного, и намного легче. А сейчас где и как, и все не знаешь. Где гримерный, объявляют уже там какой-то состав, его нету. И наши девушки как справились. Отлично. Знамены прошли. Люда как вышла. Она была такая скромненькая, бледненькая. А я внизу, потому что там был тон режиссер, и я музыку там пускаю. Они там... Как она вышла? Длинная юбка такая черная. Вот такой. Ну да. Не смейтесь, буду рассказывать. А блузка такая красивая. Она так хорошо гримированная. Как запела кадош. Как запела она кадош. И что вы думаете, я делала внизу? Плакала, конечно, плакала. Я говорю, и тогда я почу... И потом выходите, Юлечка выходит. Я не знаю, не успела там костюмы такие, красивые платья заказали в Софии. Они не приехали вовремя. И они как оденутся, я даже не знаю. Как они вышли, небесные леди такие. Как стала петь это кадош. Я за уже вес притих. И смотрю, на моем ряду был очень такой, как сказать, жесткий пастырь, который все время ссорится с каждой. Он тоже так, слезы у него, и он тоже поет. А смотрю на Юлечка, такая оригинальная юбка, тоже так они синхронизировались. Инхронизировались. Потом она была и ведущая. Смеется, смеется. Я как переживала. Она так улыбнулась. Стихи такие говорила за Израиль. Был еще парень, пастор Шеваров, сын был с нами. Он тоже был ведущий. Он, конечно, тоже справился очень хорошо, но они блестят, блистательно они пели. И так хорошо. Я очень вас благодарна. Но я благодарна. Где Мария? Мария, Мария. Ага, помогай, да. Она, знаете, она следила, она смотрела за детьми. Это так хорошо. И знаете, что я поняла? По ответственности и по военносливости я уже больше на русский похожа, чем на Болгарии. Я больше близко с вами, чем... И не обижайтесь, но на будущее я вам буду искать. А сейчас скоро будет Рождество. И там хочу показать, как все народы, от всех национальностей, всех национальностей, как умеет поклоняться Иисусу Христа. И надо все сформировать так, чтобы эти люди талантливые не были настолько нагружены, чтобы уже дальше некуда. И последнее, которое я хочу сказать. Обратили вы внимание, сколько полиция была? Обратили? Сколько народ там? Почти на каждый человек был один полицай. И это уже годами. И когда они уже ушли, потому что он ночью закончил, там была шабатная вечеря, и потом надо было срочно ехать, пазржить плоди, чтобы они вернулись в Варни, ночной поезд там. Были такие немножко, такие перестановки. Там моя двоюродная сестра уже билеты купила, потому что, может быть, и билеты не будут. По ночам в 11, полдвенадцатого уходит поезд. Были, я уже успокоилась, устроилась. И рано утром, в 7 часов, в воскресенье, кто-то меня звонит. Звонит солдатка Юлия Ли. Она какой? Уже офицер, по-моему. Она не рядовой. Говорит, бабушка Нелли, и я уже нахожусь в автобусе и еду на Софии. Уже такая, чтобы я не переживала. Поезд, говорит, опоздал, но ты не переживай, все у меня в порядке. Я так им благодарна. Так им благодарна, что дальше некуда. А на следующий день, что было интересно в Суккот? В Суккот это шатер. Был большой, большой шатер. Это шатер был так, очень красивый сад там был. Он такой белый, нет уже крыши. Там очень такие красивые вещи висят. Очень много такие трапезы библейские. Они, конечно, это не видели, но было шествие. И шествие, знаете, какое было? Впереди полицейская машина, а там такой мегафон, который очень высоко, там шумно идет, израильская музыка. И танцовщицы специально, такие из Старозагора были, они танцуют еврейские танцы, очень красиво. Там много знамена, уже как манифестация. И то, что меня впечатлило очень сильно, было полиция. Два курдона. Первый, второй, третий ряд. Мы идем, они больше, чем мы. И на одно место, на площадь там, площадь такой городской, они остановились и стали танцевать. И много людей там из, ну да, висели прямо на балконы, так как виноград прямо. И смотрят там они, а я говорю, это было все от Бога было. Я пойду и им благодарю. Я им говорю, ребята, спасибо, представилось, что я из Варны, какую роль я играю здесь. Они такие были любезные. Настолько много они были, что не хватало рядовые. А и офицеры нас охраняли. Офицеры там были, капитаны, там были майоры, полковники, подполковники, потому что не хватает. Я говорю, спасибо вам, что вы и так нас охраняете. Видимо, вы догадаетесь, почему охраняете? Там, где евреи, несколько лет тому назад был аттентат. Ну, мало ли, везде есть евреи. Везде евреи, но они охраняли нас так. И я говорю, знаете, я хочу вам так поблагодарить и сказать вам, у нас нет министра, нет премьеры, нет ученые там президенты. Мы простые, обычные христианы. Что вы так нас бережете, как будто мы какие-то. И они говорят, ну, приказ. А я говорю, да, приказ. Но не только сверху приказ, но и от Бога все. Почему? Потому что Бог, видите, исполняется слово. Бог выбрал глупые вещи, чтобы стало им стыдно. Чтобы вы мудрые люди, чтобы видели глупые вещи, вам было бы стыдно. Вот так. Ну, на чистом болгарском языке они так подружились со мной. И когда были в Шатервиче, там очень серьезная охрана была. И пришел один офицер и мне сказал, говорит, очень приятно охранять такие люди, как вы. Вы спокойные, солнечные. Не то, что вы нас угощаете, везде нас угощают. Но у вас есть светлина какая-то необычная. Очень такие спокойные люди, дисциплинированные люди. Для нас это удовольствие. Удовольствие. И полчаса перед службой вашей позвонила Катерина и сказала, чтобы я вам придала ее сердечный привет и лично на пастор Геннадий Ни, который всегда давал отклик. И ваша церковь, все эти расходы, хоть они небольшие, но если не было, конечно, невозможно было, потому что там большие расходы, большие. Само мероприятие очень дорогое. И там не хватило денег и американцы, и израильцы, которые в Америке живут, сказали, не беспокойтесь, все там потратенные деньги, мы вас остановим. имена позвонила и сказала, что они выполнили. Говорит, мы не видели, не видели нигде такой отклик, такая любовь, чтобы к евреям. Ну, простите за мой русский язык. Поняли все? Хорошо, спасибо вам. Еще раз благодаря за Мария, которая за детишки следила. Она тоже, она в тылу была, да? Да, спасибо вам. И собирайтесь, Рождество, будете поклоняться Богу. Спасибо. Спасибо.